Добрый день, друзья! Вы находитесь на канале Преусадебное хозяйство. Сегодняшняя моя тема о том, как я укореняю черенки винограда. Как я размножаю виноград? Для размножения винограда с осени нарезаю лозу. Лозу нарезаю сантиметров 50-60. Подписываю ее, где какой сорт. И храню эту лозу в подвале, завернутую в целлофановом пакете. Хранится она до февраля месяца. В феврале достаем, просматриваем ее, какая она. Как-то один год хранила я эту лозу в земле. Прям под снегом. Закапывала в землю, снегом засыпали. И так она хранилась до февраля. Но это неудобно. В подвале намного удобнее хранить ее. Вот сейчас эту лозу нарежем на 3 почки. Получится у меня из этой лозы 2 черенка. Верхний срез делаем на 1-2 сантиметра выше почки. Наискосок. А нижний делается под узлом. Ровный. Сейчас нарежу. Вот из этой лозы у меня получилось 2 черенка. Каждый черенок на 3 почки. По срезу видно, что лоза сохранилась очень хорошо. Срез зеленый. Сейчас мы эти черенки будем замачивать в воде. На литр воды добавляем чайную ложку меда. И ставим на 2-3 дня на вымачивание. После того, после 3 дней, мы эти черенки поставим в обычную воду для проращивания. И будем ждать появления корней. Когда появятся корни, продолжу. Покажу, как они будут развиваться дальше. Вот, погружаются вот так в воду, чтобы почка нижняя была в воде. Воды немного нужно. Три дня будут они стоять в этом растворе с медом. После 3-х дневного вымачивания, верхний слой черенка нужно пропарафинировать. Для этого я беру свечу, растапливаю ее на водяной бане. И прям в горячий парафин обмакиваю свой черенок. После чего, сразу погружаю в холодную воду. После того, как пропарафинировала, ставлю опять свои черенки в воду. И жду, пока они пустят корешки или распустятся листочки. А потом уже буду пересаживать в землю. Вот так выглядят мои черенки на сегодняшний день. Сажала я их 20 февраля. Сегодня 15 марта. Видно, что развиваются они не одновременно. Один отстает в развитии. Вот в этом черенке только начинаются распускаться почки. И корней совсем еще не видно. А здесь уже вот какие листочки появились. Уже даже цвет начинает выбрасывать. И появились уже корешочки. Вот этот черенок уже свободно можно пересаживать в землю. Хотя можно уже сажать и этот в землю. Не дожидаясь корней. Корни пойдут в земле. Сейчас приготовлю землю и буду пересаживать. Высаживать я буду черенки своего винограда вот в такую вот пластиковую бутылку. Насыпаю землю туда, делаю углубление и высаживаю черенки. Вот черенок этот уже пустил корешки. И вот такие уже листики распустились. Сейчас я его буду сажать. Погружаю в землю и присыпаю. Вот таким образом. И теперь наше растение будет стоять на окошке до самого тепла. Летом я вынесу его на улицу. До лета оно должно пустить множество корней. Вот таким образом. Земли потом можно будет подсыпать еще. Корни будут видно, как они развиваются через бутылку. Они белые и все будет видно. Хорошо. Сейчас я еще немножко утрамбую. Вот такое растение будет у меня. Это виноград у нас. Точно так же высаживаю и второй черенок. Здесь корни намного меньше и листья сами меньше. Это виноград атаман. Точно так же сделала углубление. Погружаю свой черенок и засыпаю землей. Потом полью их и поставлю на окно. Пусть растут. Вот. Попробуем. Теперь поливаем и ставим на окошко. Когда появятся корни, я отверну их черной бумагой в бутылке. Чтобы корни не высыхали и не выгорали на солнце. Они тогда будут лучше развиваться. У меня есть фото прошлогоднее, где я укореняла. Я покажу, как я это делаю. Вот так я укореняю виноград. Развожу нужный мне сорт. Спасибо за внимание. Когда образуется множество корней, я обворачиваю стаканчики в черную бумагу. Такая бумага помогает дольше сохранить влажность почвы. Не дает корням пересыхать. В результате чего растение намного лучше себя чувствует.